В финал конкурса по разработке облика памятника погибшего санитарного транспорта Армения вышли три макета. Скурптор Фёдор Паршин и авторы из студии военных художников имени Митрофана Борисовича Грекова предлагают схожие решения. Мемориал в виде носа теплохода, уходящего в свой последний путь. По задумке скурптора из Москвы Фёдора Паршина, памятник находится в воде. В него колокол, как символ вечной памяти. Наверху обелиска установлен небольшой маяк, а внизу – ковия якоря с Армении. Скурпторы из общества с ограниченной ответственностью ЛитАрт предложили радикально противоположное решение – изобразить трагические образы погибших людей, раненых бойцов, санитаров, врачей, женщин и детей. Тайным голосованием шесть из 11 членов комиссии выбрали вариант, представленный авторами и студии военных художников имени Грекова. Его очень хорошо будет видно с моря для жителей, гостей города, которые будут проходить мимо госпитальной стенки. Будет понятно, к какому событию посвящен данный памятник. Но больше всего меня, конечно, поразила композиция, которая находится с обратной стороны памятника, где детские игрушки, мишка, медицинские сумки. Студия имени Грекова Министерства обороны России специализируется на создании мемориалов, хранящих память о трагических событиях Великой Отечественной войны. Главная особенность монумента Армении в том, что его можно будет рассматривать с двух сторон. Особый интерес в этом памятнике будет в том, что он будет двусторонний, и зритель может подойти к нему с обратной стороны и увидеть весь масштаб трагедии через символическое изображение душ усопших, которых мы изображаем в образе чаек, которые взлетают. И внизу под этими чайками располагается как раз такой натюрморт из атрибутов, из вещей тех людей, которые погибли. И есть дополнительный смысл, почему они внизу, а чайки наверху. Это опять же как смысл того, что вещи остались в море. Перед разработкой концепции памятника авторы побывали на месте, где планируется его установить. Один из главных критериев – возможность увидеть мемориал со стороны моря, ведь разместят его на территории военно-морского клинического госпиталя имени Пирогова на Павловском мысу, откуда 80 лет назад теплоход отправился в бездну. Мы поняли, что только с моря будет главный фасад, и нужно это использовать. И с моря будет читаться силуэт фрагмента корабля, его носа, который, разрезая волны, выходит в свой последний путь. Волна – это существующий парапет, который мы частично уберем, и из него сделаем волны. И возникнет полное ощущение, что корабль выходит из волн в море. А под этими волнами будет располагаться венок, символ памяти и скорби. Теплоход «Армения» эвакуировал несколько тысяч мирных жителей и раненых солдат из Севастополя и Ялты. На борту санитарного транспорта было медицинское оборудование, архивы и персонал городских госпиталей, в том числе главного госпиталя Черноморского флота. 7 ноября 1941 года во время перехода в открыто море немецкий торпедоносец атаковал Армению. Корабль ушёл под воду за четыре минуты. По разным данным, погибли от четырёх с половиной до десяти тысяч человек. Памятник санитарному теплоходу будет создан из бронзы и покрыт тонким слоем меди. Изготовить и установить его планируют к 80-летию со дня трагедии, 7 ноября 2021 года. На территории госпиталя, которое обычно закрыто для посторонних, каждый год будут проводить памятные мероприятия. Финансируют создание мемориального комплекса Министерства обороны России.